Вдовья казны были учреждены в 1803 году при Московском и Санкт-Петербургском воспитательных домах. По другим сведениям, вдовья казна была учреждена манифестом от 20 ноября 1772 года. При опекунском совете Санкт-Петербургского воспитательного дома по проекту Ибецкого, в 1838 году получили устав, предназначались для приема вклада в пользу вдов. Всякий мог дать взносы в пользу своей жены с тем, чтобы после его смерти вдове представлено было или взять весь капитал, или пользоваться процентами с него. Вклады могли быть вносимы в пользу сторонних вдов. На капиталы, внесенные после 20 июля 1857 года, по вкладам считалось 4% годовых. На каждый внесенный во вдовью казну капитал выдавался билет, который не мог быть продан, заложен или конфискован. Таким образом, вклад во вдовью казну представлял собой своеобразный вид страхования жизни. В 1860 году вдовьи казны упразднены и капиталы переданы в государственный банк, на который был возложен платеж процентов и капиталов на основании прежних правил. Вдовья казна назначалась для вспомоществования вдовом всякого звания русским и иностранным и разделена была на 4 класса. Первый класс муж должен был внести единовременно, без всяких наддач, впоследствии 240 рублей. Вдове по смерти его воспитательный дом обязывался выдавать ежегодной пенсии по 100 рублям. Во второй класс муж вносил 180 рублей. И вдова получала пенсии 75 рублей. В третьем классе вклад был 120 рублей. Пенсия 50 рублей. В четвертом классе вкладчики единовременно вносили 60 рублей. И вдовы их ежегодно по смерти получали 25 рублей. Это разделение на 4 класса было главным основанием учреждения вдовьи казны. Клады незначительно изменялись. Сообразно ли там вкладчик и особый, долженствовавший получать пенсион, который оставался неизменяемым во всяком случае, то есть был не более 100 рублей и не менее 25 рублей. Так как опекунский совет, под которым сия казна состоит, сказано в учреждении Бецкого, вечным и ненарушимым предписал себе законом, чтобы все действия его основаны были на человеколюбии. То вдовье казна обязывалось помогать и в тех случаях, когда муж лишится за какое-либо преступление менее или надолго посажен будет в тюрьму или сослан в ссылку, а жена, не участвовавшая в преступлении, придет в бедность. Кладчик в случае смерти особой, долженствовавший получать пенсион, мог обратно взять три четверти своего вклада, оставляя четвертую в пользу дома. А. Лефорт. История царствования Екатерина II. Субтитры создавал DimaTorzok